всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на 2021 год для знака зодиака скорпион уважаемые скорпионы этот таро прогноз подойдет и женщинам и мужчинам и тем кто одинокий тем кто в паре надеюсь что многие из вас просмотрев это видео найдут для себя важные подсказки и советы если с вами расклад резонирует полностью постарайтесь прислушаться к советам которые дают вам карты карты это не просто картинки это тонкие энергии благодаря которым мы соединяемся с высшими вибрационными потоками и получаем нужную для нас информацию это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по студенту и то и другое правильно что с вами больше в резонансе и ваша благодаря этому раскладу мы сможем вовремя выявить высветить слабые стороны вашей жизни и вы точно будете знать над чем вам нужно будет поработать к чему нужно будет приложить максимум усилий в какую из сфер вашей жизни колода готова и мы с вами можем начинать уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению в процессе чтения расклада я буду брать дополнительные карты для того чтобы рассмотреть любую карту более детально и основательно давайте для начала посмотрим о чем вы думаете ваши основные цели и задачи на ваши мысли выпала карта семерочки чаш она вас многих показывает как людей творческих у вас много проектов много желаний но в негативе эта карта говорит о том что вы точно не знаете на чем остановить свое внимание идей много планов много проектов много но на сегодняшний день эта карта больше бездействия чем действия как подсказка эта карта говорит о том что вам нужно определиться и точно знать чего вы хотите распыляясь в разные стороны пытаясь охватить необъятное вас могут ждать неудачи поэтому свое внимание нужно сконцентрировать на чем-то одном для вас являющийся являющимся самым важным в данном периоде и конечно многим из вас хотелось бы развиваться творчески но даже здесь у вас выбор направлений и множество желаний даже здесь прослеживается какая-то растерянность давайте посмотрим что на вашем сердечке на вашем сердечке карта шестерки монет и она говорит о том что конечно же для вас немаловажно поправить свое финансовое положение стабилизировать его для вас важно финансовое равновесие многие из вас хотели бы во что-то вкладывать деньги для того чтобы эти деньги работали на вас и приносили вам дополнительный доход кто-то из вас именно так уже и делает эта карта показывает удачное сотрудничество с кем-то эта карта говорит о том что зарабатывать вы умеете вы люди практичные вы люди деловые и то что касается рабочих моментов вы всегда и со всеми умеете договориться давайте посмотрим что в ваших тайнах что в вашей душе в вашей душе выпала карта десятки монет конечно одна из самых лучших материальных карт в колоде и она говорит о том что вам хотелось бы прежде всего финансовой защищенности материального достатка вам хотелось бы чтобы ваш дом был полная чаша и это нормальное желание для каждого человека вы думаете о своем доме о своей семье о своих родных и близких вам хочется чтобы все были счастливы и довольны возможно вы думаете о том чтобы в будущем организовать какие-то праздники торжества сделать что-то с размахом пока это в ваших мечтах ваших надеждах но все это осуществимо давайте посмотрим основные движущие энергии всего 2021 года и им вытягивая одну карту за ней пошла и вторая карта я ее также взяла карта старшего аркана шута говорит о том что многих из вас ждут какие-то в корне новые начинания новые проекты новые дороги эта карта предвещает обновления во многих из сфер вашей жизни и показывает вас как людей азартных любознательных любопытных вы хотите перемен вы хотите обновлений и вы готовы будете рисковать для кого-то из вас это новые дороги путешествия для кого-то это в корне новое образование для кого-то смена места жительства а для кого-то в корне новые знакомства которые полностью могли бы изменить вашу жизнь вы как будто бы ступаете ногой в неизведанное пока еще точно не знаете каким будет результат пока у вас нет точной стратегии нет определенного плана которому вы бы следовали но вы точно знаете что хотите жить по-новому не так как жили раньше прекрасная карта для образования поэтому если в этом году вы запланировали получить новые знания это именно то что вам нужно давайте возьмем дополнительную карту и рядышком мы видим четверку мечей эта карта говорит о том что на кого-то все таки у вас есть старые обиды возможно те обиды которые накопились еще в прошлом в уходящем году какая-то старая ситуация забрала у вас много сил и нервов постарайтесь успокоиться не думать о прошлом подумайте о своем эмоциональном внутреннем спокойствии для того чтобы набраться сил и с новыми силами начинать вот эти самые новые начинания сама по себе эта карта призывает вас к тому чтобы вы в этом году не забывали и о своем здоровье здоровью также нужно будет уделить внимание постарайтесь больше отдыхать чтобы в вашей жизни не происходило берегите и любите себя что будет происходить в вашем собственном доме под крышей которого вы живете и ваш дом выпал второй старший аркан карта мага а это говорит о том что очень много вашем собственном доме вашей семье будет зависеть от вас самих если смотрят меня мужчины вы в семье безоговорочный лидер если смотрят меня женщины то возможно в доме пытается доминировать мужчина если вы живете одна то эта карта говорит о том что вы проявляете мужскую волю и мужской характер для многих из вас это какие-то обновления связаны с вашим домом возможно это в корне новое что-то покупка переезд смена места жительства по этой карте для вас нет ничего невозможного вы можете объединить многие начинания и они для вас будут успешными прекрасная карта также для образования не выходя из дома при этом возможность совмещать работу творчество и дополнительные проекты все это вам будет по силам по плечу но в негативе эта карта может говорить о том что кто-то из родных и близких может пытаться оказывать на вас давление управлять вами перетягивать внимание на себя забывая о ваших нуждах и проблемах и эта карта вас предупреждает о том что если вы не хотите чтобы было именно так берите ситуацию в своем доме под свой собственный контроль давайте посмотрим что будет происходить в вашей рабочей деловой сфере на деловую сферу выпала карта двойки жезлов великолепная карта она говорит о том что в этом году для многих из вас будет важна тема выбора может быть вы будете рассматривать сразу два каких-то рабочих проекта желание совместить одну с другим эта карта может показывать и ваши внутренние противоречия связаны с работой какие-то колебания когда вы в чем-то не уверены когда вы ищете чью-то поддержку и многие из вас будут стоять перед принятием решения как же все-таки поступить но по этой карте какой бы дорогой вы не пошли какой бы вариант вы не выбрали в работе вы не ошибетесь почему вашей душе вот эта дилемма и двойственность потому что работа которая на сегодняшний день у вас есть либо так которая у вас есть на начало этого года скорее всего вас полностью не устраивает вы готовы что-то менять именно поэтому вы перед выбором здесь явно прослеживается то что вам не хватает тех денег которые приносят вам основная работа для тех кто не работал эта карта показывает выбор рабочих вариантов то есть куда пойти и чем заняться у вас будет как минимум несколько вариантов эта карта показывает и вашу собственную социальную активность которую вы должны будете проявить для того чтобы чего-то добиться давайте возьмем дополнительную карту на рабочую сферу как совет что вам нужно делать чего придерживаться карта пожар жезлов говорит о том что то что касается рабочих процессов проявите хитрость даже в чем-то лукавство не действуйте наобум не действуйте заранее не взвешив все за и против то что касается рабочих моментов вы должны быть хорошим игроком как человек который играет в шахматы и только тогда вас будет ждать успех то что касается работы любой шаг который вы собираетесь сделать просматривайте на несколько вариантов вперед что это вам да что это принесет в будущем возможные плюсы и минусы как совет эта карта также призывает вас к тому чтобы вы больше общались умели правильно доносить свои мысли и желания тогда вы найдете тех людей которые в работе вас поддержат возможно заинтересуются вашими идеями вашими проектами и кто-то готов вам будет помогать но эта карта предполагает хлопоты и суету связанную с работой но я вижу ваше позитивное настроение ваше желание добиться успеха многим из вас не мешало бы либо повысить чем-то свою квалификацию потому что эта карта может говорить о дополнительном образовании возможно вам нужно обучиться в корне чему-то новому чтобы это новое приносило вам хорошие доходы почему потому что эта карта может показывать и людей учеников как призыв эта карта говорит о том что вы не должны переставать учиться каком бы возрасте вы не находились развивайтесь не сидите на месте и это то что приведет вас хорошим результатом в работе давайте посмотрим а что же будет происходить с вашими финансами на финансы выпала карта пажа кубков это мечты надежды это ваше умение сотрудничать и договариваться с разными людьми это все то что будет приносить вам доход но в негативе эта карта говорит о том что то что касается денег больше серьезности эта карта может говорить о необдуманных покупках которые могут приводить вас к большим растратам кто-то из вас действительно будет вкладывать деньги именно в свое образование и в свое развитие также в развитие ваших деток у кого есть дети эта карта говорит о том что рядом с вами будет друг человек который то что касается денег финансов всегда готов будет вам прийти на помощь и в чем-то вас поддержать дополнительная карта короля жезлов говорит о том что если смотрит меня мужчины скорпионы заработать вы точно сможете ваша практичность ваш деловой ум ваше умение отстаивать свои интересы ведут вас к укреплению финансовых позиций если говорить о женщинах скорпионах во многом ваш заработок будет зависеть от мужчины либо на ваши финансы влияет мужское лицо это может быть мужчина стихии огня овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть темноволосый кориглазый мужчина с которым вы будете сотрудничать для кого-то это может быть ваш супруг дядя отец брат компаньон но именно мужчина влияет на ваш доход на ваши заработки для женщин также благоприятная карта и как советы как подсказка она говорит о том что вам нужно заручиться поддержкой мужского лица для того чтобы вы всегда были при деньгах давайте посмотрим что ждет наши семейные пары в ваших личных отношениях и для вас выпала карта колеса фортуны карта обновлений что вас будет объединять какие-то новые планы новые проекты совместные дороги даже для тех у кого в личной жизни были неудачи вы не находили общего языка эта карта говорит о том что вы можете в этом году отношения исправить вывести на новый уровень но если ваши отношения доходили до разрыва и вам с кем-то вместе было не в моготу и вы захотите выйти из отношений эта карта говорит о том что вы все равно не будете одинокими вас ждут новые встречи новые знакомства возможность создать новые счастливые отношения но и старые отношения вы также можете удержать в какой-то степени и здесь риск и здесь адреналин и здесь азарт но в любом случае это благоприятные перемены которые будут происходить в вашей жизни в этом году в личной жизни что ждет наших одиноких скорпионов для одиноких скорпионов выпала карта троечки кубков а эта карта говорит о том что вы красивы вы желанны вами интересуется противоположный пол эта карта встреч свиданий веселья романтики возможность выбора эта карта больше показывают свободные непринужденные отношения когда вы себя еще не сковываете обязательствами но вам есть с кем поговорить при этом вы можете ощущать поддержку того человека который будет рядом с вами эта карта также флирта легкости и азарта но в негативе эта карта может говорить о том что кто-то из вас будет находиться в треугольниках или четырехугольниках эта карта может говорить о том что вы можете иметь дело с несвободным человеком как предупреждение эта карта говорит о том что с вами может конкурировать ближайший друг или подруга, и если вам кто-то нравится, кто-то может пытаться вас обойти. Эта карта также говорит о том, что будьте в этом году внимательны, вам могут обещать золотые горы, о том, что женятся, озолотят, о том, что вы единственный или единственная, и при этом иметь отношение еще с кем-то. Но по этой карте также себя можете вести и вы. Развлечения будут, отдых будет, но эта карта не говорит о браке. Давайте возьмем дополнительную карту, которая будет для вас как совет. Девяточка чаш говорит о том, что не стоит бояться новых знакомств. Знакомьтесь, получайте удовольствие от жизни, не отказывайтесь от возможности неплохо проводить с кем-то время. Обе эти карты говорят о том, что на вас многие обращают внимание, многим вы будете нравиться, но не спешите с окончательным выбором. Что вас ждет в отношениях с ближайшей роднёй? На отношения с ближайшей роднёй выпала карта Туза Мечей. Она говорит о том, что с кем-то у вас из близких непростые отношения. Кому-то вы что-то будете пытаться доказать, с кем-то вы в противоборстве, но многие из ваших близких вас за эти же качества и уважают. Возможно, кто-то из вашей ближайшей родни поможет вам запустить какой-то новый для вас важный проект. Проект, который не будет простым, но если вы с кем-то объединитесь и примите чью-то помощь, вас ждет успех. Что вас ждет в ближайшей дружбе? На ближайшую дружбу для вас выпала карта Дамы Монет. И для мужчин и для женщин эта карта показывает подругу, женщину. Возможно, это та особа, с которой вы связаны по работе, но не обязательно. Возможно, это женщина стихии земли, телец, дева или козерог по гороскопу. Или женщина финансово обеспеченная, которая во многом будет вас поддерживать. Если говорить о женщинах-скорпионах, вы для многих и сами являетесь такой особой и от вас еще кто-то может ждать какой-то помощи или поддержки. Что в зоне риска? А в зону риска выпала карта Дамы Жезлов. Если меня смотрят женщины-скорпионы, эта карта может говорить о том, что вам может мешать ваша вспыльчивость, излишняя амбициозность, излишний эгоцентризм. И то, что ввязываясь в какие-то интриги, это не приводит вас к ни к чему хорошему. Давайте возьмем для вас карту совета. Мы видим карту четверки чаш. Она говорит о том, что в чем-то вам нельзя торопиться. Не проявляйте спешку. Вам действительно будут мешать излишние амбиции. Прежде чем сделать какой-то шаг, эта карта говорит о том, что вы должны уметь посмотреть на ситуацию со стороны, взвесить все за и против. Это поможет избежать вам многих ошибок. Это карта глубокого анализа любой жизненной ситуации. Что вас порадует? Что приведет вас к успеху? И на успех для вас выпала великолепная карта, карта старшего аркана мира. С чем я вас и поздравляю, ваш расклад закрывается прекрасной картой. Эта карта говорит о том, что все-таки сама жизнь даст вам огромные шансы, возможности действительно что-то поменять. Многие из вас будут начинать как будто бы с нуля, как будто бы сначала. У каждого это какой-то свой жизненный проект, у каждого свое начинание. Но проявив волю, характер, помогу, оставаясь всегда на позитиве, по пажу жезлов, объединив свои усилия с мужчиной, если вы женщина, не побоявшись в чем-то рискнуть, но действовать обдуманно, все-таки вас ждет огромный успех и огромные возможности. Карта мира — это неограниченные возможности, которые откроет вам сама жизнь. Для вас в этом году смогут сбыться самые заветные желания, самые заветные мечты. Это карта и дальних дорог, и образования, и новых знакомств, и соцсетей, и вашего профессионального роста. Так как эта карта закрывает ваш расклад, а вы помните, что ваш расклад начинался со старшего аркана нуля, это говорит о том, что вы пройдете 22 ступени поэтапного восхождения к своей славе и к своему триумфу. Почему? Потому что эта карта говорит о огромном уважении в обществе, о почете и уважении. Уважаемые скорпионы, всем удачи, всем крепкого здоровья. По раскладу я вижу, что каких-то больших проблем в отношении вашего здоровья не будет. Но не будьте легкомысленны. Даже если вы достаточно молоды, берегите себя, будьте внимательны в отношении своего здоровья. Почему? Потому что карта мага говорит о том, что многим из вас, возможно, предстоят какие-то обследования в этом году. Может быть, вы будете проходить каких-то специалистов, и не одного. Но этого бояться не нужно. Это то, что принесет хорошие, позитивные результаты. Таким был для вас расклад на 2021 год. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Помните о том, что каждую неделю у нас есть свежие недельные прогнозы для всех знаков зодиалка. Я не прощаюсь с вами. Я всем вам желаю прекрасного настроения и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok